приветствую любители москвы вы смотрите передачу обозрение московских храмов и сегодня я начинаю знакомить вас с храмами мещанского района в этом районе мы задержимся значительно более продолжительное время чем на многих других окраинных районах метрогородок за один день вчера разобрали ну и до этого тоже а здесь побольше ну понятно почему потому что это центральный округ москвы здесь конечно же храмов намного больше чем на окраинах города и более того в этом районе есть даже два монастыря причем действующих монастыря то есть сретенский и богородица рождественский и вот именно с монастырей я и хочу начать ну потому что все-таки это монастыри поэтому значение конечно куда больше чем просто отдельных храмов и сегодня я расскажу о сретенском монастыре который собственно и находится вот на этой улице большая лубянка вот интересное название монастыря который вообще больше не встречается и в общем то может быть даже казалось более правильно было бы назвать его владимирским монастырем не сретенский но дело в том что здесь встречали в этом месте икону владимирскую икону божьей матери ну а встреча она по-славянски называется сритине то есть встреча иконы это сритине да вот эту икону встречали до из владимира собственно встречали владимирской кону из владимир привезли вот ты прошло то в 1397 году самом конце 14 века представляете еще сколько веков назад вот и вот князь василий первый ее тут вот встречал в это время и святитель киприан но это который возглавлял тогда русскую православную церковь вот здесь они встречали и поэтому вот на этом месте да и встречали не случайно потому что в это время на москву нападал когда тогда еще была совсем маленьким городом буквально здесь границы москвы проходила да даже меньше и вот в это время нападал на москву тамерлан вот такой крымский хан вот и вот икону привезли для защиты города вот значит его нашествие но и в итоге это помогло как считается и вот москва была спасена и вот на месте как раз встреча этой иконы и возник вот этот вот срединский монастырь встреча иконы срединский монастырь вот хотя еще раз повторюсь ну как бы более логично что ли было бы назвать его владимирский потому что все таки именно встречали то не просто а именно владимирскую икону а назвали именно по слову встреча встреча этой иконы срединский монастырь ну вот ну и постепенно он рос и вот уже собственно строение его появились вот это вот раньше так сказать был был такой вот ки один из келейных корпусов здесь сейчас находится магазин от срединского монастыря потому в срединском монастыре есть издательство монастырская ну и она и при нем есть магазин но на самом деле он обычный просто православный магазин который торгует разной литературой и другими всякими церковными вещами товарами из многих и других издательств разных предприятий и так далее это со срединский переулок куда от машина повернула но и вот этот вот срединский монастырь он на самом деле сейчас совсем небольшой и окружен зданиями фсб в основном то есть вокруг там фсб и все здания практически вообще здесь на большой лубянке одно фсб тут и штаб-квартира сначала улицы но и здесь вот до конца вот эти все здания посла право и слева они почти все принадлежат фсб ну какая немножко мвд но сам силовикам и очень очень небольшая часть я не знаю вообще есть ли такие еще тут здания на этой улице кроме монастыря конечно вот который бы вообще принадлежали не фсб или мвд и прочим силовикам ну может быть там вот эти вот может здание и не продлежат ну и совсем немного ну вот и ведь такая градо кстати это монастырь он один из тех которые такой один из самых демократичных плане там фото и видеосъемок здесь на самом деле как-то не помню чтобы раньше запрещали снимать как-то сейчас довольно свободно принципе здесь можно ну охрана к и что-то естественно есть кпп на входе есть там проверяют сумки это ну это как обычно это как практически везде но в остальном принципе ну по крайней мере на территории там каких-то проблем со съемками в общем то нет вот здесь вход он же как говорится главного же единственный вход ну вот это видите рамка кпп ну собственно и все видите спокойно проходишь а вот с камерой никто слова ничего не говорит фотоаппараты пожалуйста здесь можно снимать спокойно ну людей много приезжает аль частые туристы приходят вот особенно летом конечно вот ведь такой собор здесь на самом деле в монастыре два храма демонстрирует действующий от мужской монастырь вот и монастырь значит вот большой храм 2017 года в честь новомущиков исповедников и исповедников вот россии а еще конечно старый естественно встретенский собор да который был до него главным но сейчас он остается вот этот второй храм видите напротив рядом находится это как раз у средней иконы владимирской божьей матери который был построен еще по указу царя федора алексеевича в 1779 году то есть конце 17 века и с тех пор он фактически не перестраивался то есть он как вот был в то время ну конечно какие то определенный ремонт реставрации естественно проходили но в целом вид вот храм он практически таким же остался как в конце 17 начале 18 веков когда вот к южному фасаду пристроили пределы притечи западное кольцо превратили в паперть но здесь такая вот площадь а там находится срединская духовная семинария вот это вот не так давно возникшая духовную заведение русской православной церкви вот но когда-то там было кладбище монастырское в давние времена но потом в советское время когда территорию захватил нквд нквд это предшественник фсб потом кгб потом мгб потом кгб потом фсб вот здесь значит ну соответственно сделали школу школу сделали обычную школу она была французская но сначала просто обычная школа дзержинского района который здесь находился это сейчас мещанский до этого был советское время был здесь дзержинский район но ведь там на лубянской площади помните да памятник дзержинскому стоял ну вот но здесь он блажком на месте не knowre научная школ потом как к которым потом стала французской но в каком смысле французской плане того что там предметы на французском французский язык особенно изучали скажем так как вы так такие пом �лушку на гемеская Там английская школа, французская, испанская. Ну, вот это вот старый храм. Да, вот как раз тот самый Сретенский собор, который возник вот в конце 17 века. Ну, вот так он выглядит внутри. То есть, как видите, работают два собора. И старый, и новый. Ну, собственно, больше здесь храмов и нет. То есть, ну, может, какие-то там есть уж совсем, не знаю, комнатные храмы. Ну, внутри не знаю. Ну, мне такие храмы неизвестны. По-моему, здесь все-таки два собора и, в общем-то, все. Ну, вот этот вот пятиглавый храм с обходными галереями. Ну, галереи были уже пристроены в 2005 году. Ну, а так, в принципе, в храм, конечно, в целом, как видите, сохранился такой старинный свой вид. И здесь, кстати, находится точная копия Туринской плащаницы. Сохранились фрески начала 18 века. Конечно, в советское время монастырь этот собор, конечно, был закрыт. Но того, естественно, и не было. Он тут появился только в 2017 году. А этот собор, конечно, храм был, но он, естественно, не работал. Потому что, ну, о чем говорить тут? НКВД было. Вот, можно сказать, людей там пытали, да, и всякие, так сказать, там, органы безопасности. Ну, какой может быть монастырь, какие храмы, это, конечно, совершенно исключено. Ну, вот. Но каким-то образом, все-таки, мы сохранились часть фресок начала 18 века. Но, к сожалению, видите, здесь довольно темно. Поэтому практически ничего не видно, к сожалению. Вот. В том соборе там, вот, видите, там красиво, конечно, светло. Вот. А здесь, да, в основном такая полутьма. Но если, так сказать, придете, еще раз повторюсь, здесь много довольно старых икон, в том числе те, которые были переданы сюда из Псково-Печерского монастыря по благословению старца Яна Крестьянкина. Ну, вы, наверняка, многие его знаете. А почему? Потому что это был духовник бывшего руководителя вот этого Срединского монастыря Тихона Шевкунова, знаменитого такого автора, который прославился прежде всего благодаря своей книге «Не святые святые», которая как раз была здесь выпущена, в Срединском монастыре. Ну, и выдержала, не знаю, десятки переизданий. Вот. Огромные просто, конечно, средства были выручены. Ну, и в целом, конечно, огромный, и самое главное, огромный был успех. Ну, потом он стал митрополитом Псковским, ну, а сейчас вроде как его перевели в Крым. В Крым он сейчас стал. Ну, вот. Ну, и здесь, в общем, короче, в том, что есть вот и Владимирская икона Божьей Матери, конечно же, да, и старая икона Преображения Господня, еще 15 века. Вот. Ну, и здесь, естественно, понятно, есть церковная лавка. Вот. Кстати, книжек, конечно, на Азрейском монастыре есть. Можно здесь приобрести. Ну, книг, в общем-то, выходил не так, что прям уж много об этом монастыре, ну, несколько, по крайней мере, неизвестно. Но, в основном, они довольно небольшие. Вот. Ну, вполне можно, в принципе, проследить историю этой обители, познакомиться, скажем так, с главными постройками. Вот. Так что, можно приобрести. Вот. И раньше выходили книги, сейчас выходят, и брошюры, и всякие сувениры. То есть, в этом отношении, конечно, на монастыре написано. Еще раз посмотрите, может быть, немного, но написано. Вот. Как говорится, не то, что там некоторые там храмы современные, где вообще нечего почитать. Ну, это вот, видите, такая... Вот, собственно, вся территория. Потому что, естественно, территорию семинария там не пускают. Туда пройти невозможно. Там только по пропускам. КПП отдельно стоит. А туда только семинаристов пускают. Ну, сотрудников и так далее. Ну, здесь тоже пройти нельзя. Вот. Все. То есть, как бы, вот, собственно, вся территория. Видите, все очень маленькое. Все очень обуженное, зажатое. Ну, в том числе, во многом, потому что, во-первых, центр города, не забывайте. А, во-вторых, все-таки, потому что у нас три был закрыт. Многое там его обстроили и так далее. Вот этот вот собор, видите, в 17-м году был построен, величенный большой, огромный собор высотой 61 метр, и очень многие были недовольны тем, что его построили, потому что, ну, вроде как он исказил облик города, как будто со стороны там Рождественский бульвар проходит, и вот вроде как он это самое нарушил, как бы, да, тут снесли старые постройки, несколько старых построек снесли, чтобы этот собор построить. Но, с другой стороны, понимаете, его постройка, ну, помимо, конечно, того, что, так сказать, да, это в честь новомущиков, такой памятник мемориальный, все такое, но на самом деле, во многом, его постройка, она была продиктована вполне понятными и, так сказать, естественными причинами. Дело в том, что сюда приходит очень много народу, и вот тот старый храм, собор, вы же видели, какой маленький, он, естественно, не может вместить всех желающих, и вот, да, и тут здесь даже в обычное время, видите, сколько народу, и в том соборе, и здесь тоже, люди идут туда-сюда, и так много народу. А когда бывает богослужения, это я же, я пришел, когда уже не было богослужения, ну, как обычно, а когда бывает богослужения, то, соответственно, представляете, сколько здесь народу, здесь просто не протолкнулся, вот, особенно в том соборе было, и людям приходилось стоять на улице, на площади, вплоть там чуть не до выхода люди стояли, ну, очень много людей, потому что, конечно, понятно, что вокруг жилых домов нету, практически нету, но, вы же понимаете, что сюда приезжают не только со всей Москвы, но и из других городов даже. приезжают из других стран иногда приезжают, то есть монастырь-то известный, ну, вот это воскресенский собор, ну, здесь, видите, освещение хорошее, поэтому, все, конечно, вот, может, красоту можно посмотреть, конечно, здесь, вот, такой красивый пол, причем его расписывали итальянские мастера, специально пригласили, вот, ну, и, видите, такой тоже вот красивый иконостас, изображение, видите, там, вот, воскресший Иисус Христос, воскресший вот Бог и Господь Иисус Христос, видите, там, в середине сразу видно, и прямо он в центре, акцентировать внимание, потому что этот собор, он посвящен не только новомучникам, но еще и воскресению Христову, но это, как бы, связано, да, то есть, с одной стороны, новомучники, которые предали жизнь за Христа, за веру, ну, и, соответственно, Господь, поверит, как верует в церковь, Он их воскресил вместе с собой, да, за то, что они Его так любили за Него, что даже до смерти за Него пострадали, претерпели многие муки, ну, и, естественно, для них, так сказать, главным побудительным мотивом, конечно, чтобы страдать, чтобы умирать за Христа, был, собственно, сам Христос, который воскрес, да, и тем самым открыл дорогу Царства Небесное к себе, то есть, да, на небеса, вот, всем людям, вот, которые, соответственно, веруют в Него, ну, и, если надо, страдают за Него, вымирают, вот, поэтому тут все вполне понятно, взаимосвязь, она истинна, ну, собор, естественно, этот новый, понятное дело, вот, кстати, этот, вот, еще верхний храм, еще есть там нижний храм, ну, вот, видите, тут погасили, еще, вот, все, вот, это я еще успел, видите, вот, вы увидели, а я, когда вот пришел, там, видите, все уже, стали гасить освещение, если бы немножечко опоздал, по чуть-чуть, буквально, на пять минут, даже меньше, и уже бы не увидели бы такой красоты, ну, вот, слава Богу, повезло, вот, гранитный пол, очень красивый, да, итальянские мастера выкладывали, и для храма написали 47 икон, и, причем, в таких красивых русско-визнатийских традициях, очень много фресок, видите, храм весь расписан, там на хорах хор поет, росписи, причем, выполняли 30 художников под руководством Михаила Леонтьева, Дарья Шабалиной, ну, и в куполе там есть святые разных стран, разных эпох, которые все предстоят Богу, и смысл в том, что все вместе участвуют в молитве, то есть, когда особенно службы проходят здесь, или просто люди приходят помолиться, и вот все вместе со святыми, да, с таким огромным, таким хором святых, ну, то есть, это такой торжественный, огромный собор, где вот все вместе соединяются, и никто на небесах, и кто, соответственно, внизу стоит, мы вместе с вами там, допустим, да, и вот эта молитва, она сливается воедино и возносится к Богу, вот такой вот огромный большой собор, вот. Ну, и храм, конечно же, тоже немножко напоминает такие вот белокаменные соборы Руси, это особенно вот, которые возводились во Владимире, в Суздале, вот, причем он сделан из, построен из белого Владимирского известняка, тоже специально привозили из Владимира, вот, ну, и, конечно, поражает тоже своим красотой, цветом, легкостью, таким вот высотой, то есть, специально он таким вот именно создал, таким светлым, радостным, чтобы именно показать вот это торжество победы новомучников над смертью, над разными, так сказать, кознями врагов, и злых людей, и всяких бесов, которые тоже, естественно, подначивают злых людей, вот. Ну, в общем, вот так вот, очень красиво все, конечно, тут и кафедра есть в центре, да, с кафедрой считалось Евангелие апостол, ну, в общем, видите, такая входная территория большая, там вот, значит, на ступеньках можно видеть, там, разные пророчества, тоже изобрать, а там тоже все расписано, если идешь, например, поднимаешься, допустим, в храм или спускаешься, вот, видите, как вот по ступенькам, то тоже можно посмотреть разные евангельские сцены, библейские тексты, да, вот разные, видите, пророчества, это вот пророчества о рождении Христа, священник во веку, почти мелкий садека, одно из, так сказать, пророчеств, вот, ну, и так далее, тут, видите, все расписано разными вот стихами из Библии и разными сценами из Писания, вот, в том числе, вот, именно пророческими, то есть пророчества о рождении Христа, о его страданиях, о воскресении, ну, и о будущем нашего мира тоже, о будущем человечества, то есть тоже такие, то есть не только те, которые уже сбылись, но и те, которые еще пока не сбылись, да, то есть когда будет второе пришествие Христа, тогда они и сбудутся. Ну, тоже здесь, естественно, магазинчик, да, кстати, здесь вот проходит небольшая такая выставка, рядышком с этим собором, не в самом соборе, а рядышком с собором, которая посвящена новомучникам, но здесь, видите, можно спуститься в магазин, купить тоже иконы всякие разные, тут много всего всякого разного, и мед, и сбитень, продукты всякие, тоже все освещенное, свечи, ну, что говорить, это все понятно, магазин есть магазин, то есть тут полный набор всего того, что есть, а рядышком вот там здание стоит, прямо вот напротив этого вот собора, вот этого новомучников, и вот прямо напротив него находится такое здание, и находится так называемый музей, ну, или выставка, наверное, более правильно назвать все-таки выставка, да, вот, посвященная именно новомучникам, и вот тут такие вот залы, несколько такие полутемные, ну, наверное, полутемные, не знаю почему, но, наверное, может, как бы, чтобы как-то более представить, то, что тут фильмы, видите, показывают, чтобы лучше видно было а то если свету ничего видно не будет на экране там можно писать фильм о новомучниках но здесь вот почитайте вот видите тут такие стоят стенды но сейчас это такая так сказать распространенная таскать истории здесь можно вот видите допустим какой-нибудь теперь новомучник да допустим серафим чичаков допустим там вениамин петроградский серафим звездинский так далее но такие наиболее известные новомучники тут все это собрано и здесь вот можно о них прочитать то есть вот нажать да вот допустим владимир интерда метрополитический витя пострадал в этой начале 2018 года от большевиков то кто-то они к власти пришли и вот один из первых был мучеников и соответственно можно почитать вот она учить на соловках там очень много новомучиться ссылали их на соловки вот и они там в основном умирали конечно тяжелых условий и вот можно допустим вот пощелкать потыкать пальчиком и значит там вот понажимать узнать об их жизни там до разные таски картинки посмотреть касательно так сказать тоже их подвигов там да местные не служили там и так далее но видите там допустим факты то есть как чё основал там как и когда жил где жил там зачем прославился ну вот это все вот можно тут посмотреть ну и такие вот стенды тоже ведь тут разные веки когда пострадали телены новомучника сколько число там статистику разные почитать но вот это такая вот небольшая вот выставка рядом с этим собором так что при желании тоже можно посетить принц видеть народ тут не так много ну разная цифра да кто же почитать но все это относится естественно именно к новомученикам вот такие вот зала тут вам всего два зала и вот они естественно да выставка бесплатно так что если что как пожалуйста без проблем просто заходите и смотрите но такой вот вид этого площадь такая дамит получается общий для теперь же двух соборов ведь так вот можно посмотреть вот слева воскресенье и туда вот дальше красивый пятиглавый старый сетенский собор вот ну а вообще на сказать что это собора таскать монастырь не действовал советское время а заново вообще собор возвратили церкви в 391 году ну то есть сразу же после фактически падения советской власти а вот монастырь именно с рейтинский он был возрожден в 396 году то есть пять лет после того как собор отдали снова возвратили вернее снова церкви вот то есть пять нет просто было обычный приходской собор то есть и монастыря здесь не было ну понятно то что сразу все таки для того чтобы монастырь заново организовать это же нужно естественно время определенное вот ну вот и вот все таки делали но что в году и с тех пор вот он здесь действует ну и потом вот семинарию здесь вот организовали тоже так даже 90-е годы вот сначала она была то сказать монастырское училище было выше православное но за 2002 года она уже называется срединское духовное семинария ну и вот как раз это одно из зданий вот административная а дальше там уже к сожалению именно недоступной территории тут же не все таки семинаре там вот недоступный такой уголок вот и там находится соответственно келье монаха но монахов и там опять же разные так сказать кабинеты для студентов которые учатся в это духовное семинария ну вот там часть сохранился настоятельский корпус келейный корпус ну да по-моему два или два здания по-моему сохранилась там вот на территории здесь вот справа за загородкой там делают кпп стоит ну вот там еще ну туда уже вот не пускают видите тут вот стоит кпп и вот это как раз семинарии вот это там ну соответственно живут и учатся там учебная аудитория есть частично но частично там значит есть покои кабинеты как бы то для соответственно семинаристов но и заодно и келье для монахов я не знаю сколько здесь монахов монахи тут есть монастырь действующий мужской но сколько конкретно я не знаю эта цифра она как-то скрывается особо не афишируется в общем то но он видите там какая церковь то еще есть видно что там она какая-то главка так все так скорее все тут еще наверняка есть хотя бы еще одна церковь но она уже как видите она недоступна для посещения то только для семинаристов и для монахов такие уединенные специальные храмы но это и понятно потому что в этих храмах как видите даже народ 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 а как-то все-таки монашеская жизнь она как-то мало совместима с многолюдем да монахи не для того если так уж взять если в чистом виде не для того что они уходят именно монастырь чтобы как говорится опять среди суеты людской быть и так далее но такой красивый пить главы собора сразу каш чувствуется такой кашем более уютный но такой контраст на между вот этим старым собор минут то есть такой наоборот что такой домашний уютный старая ну а там уже да там такой громада вывись да уже современность поэтому но тоже вот можно способ посмотреть на контрасте сравнить так что больше но мне кстати в этом соборе понравился в большом хотя в общем то как то более привычно естественно вот это вот собор понятное дело но в том соборе красиво особенно конечно роспись очень красиво все оригинально сделано конечно что говорить да понятно что это все огромный денег стоит вот здесь с этим может уж свечки поставить это интересно да прям вот около стен можно здесь даже не заходя в храм вот наверно это тоже ведь сколько там свечи стоит правда я не знаю какой в этом смысл то есть как бы а там кстати и столовая еще тоже страны рождественского бульвара но тут их несколько кафе стала это сказать столовых вот тут иные и вот на этой большой лубянке есть тоже и магазина столовая там же рядом и со стороны рождественского бульвара с другой стороны если зайти там тоже есть так что ну не знаю два кафе это точно есть а может даже еще вот на это как раз вот это вот и есть у владимирской икона божьей матери ведь она от висит над воротами но этот ворот видите они служебные как раз туда ведут семинарии может тут какие-то машины приезжают там разгружать такой ночи короче служебный вход а раньше может быть был когда-то и обычным входом вторым как раз входом то сейчас пока ведь только один вход вход выход он же выход и все ну так же рядышком еще палатка есть можно купить там все народ толпится вот а это все фсб вот эти все здания все фсб здоровенно там еще надстроили их к тому же сколько этажей еще надстроили не так давно тоже ну так вот если краса среди ска монастыря так конечно сказать можно долго но это уже время до новых встреч инфицией инфицией